Привет автолюбителям и пользователям автомобильного портала Drom.ru Сегодня я продолжаю серию видео о необычных японских дорогах а именно дорогах, которые располагаются в горной местности Играет музыка Сейчас мы находимся в небольшой маленькой такой деревне Даже сложно это назвать деревней Здесь небольшое такое скопление маленьких домиков Позади меня расположена небольшая такая горная деревенская дорога На ней есть одна небольшая особенность Это вот эта бетонная полоса, которая проходит посередине дороги Может показаться, что это разделительная полоса Так как здесь очень много снега выпадает И постоянно стираются полосы Японцы решили построить бетонную полосу, чтобы видно было разделение На самом деле нет У этой полосы есть очень важная функция Которая работает зимой Но я вам ее покажу сейчас летом Если подойти поближе к дороге и присмотреться То можно увидеть, что в бетонную полосу встроены такие железные штучки с дырочками Их предназначение это распыление, разбрызгивание воды зимой То есть, когда идет снег, а здесь снега очень много зимой В тех участках, где есть жилые дома Чтобы постоянно не чистить и не заботиться об уборке снега Японцы придумали разбрызгивать воду Но, конечно же, японцы не разбрызгивают холодную воду, чтобы устроить здесь гололед и побить все машины Воду они пускают горячую Это необычная горячая вода Используют термальные источники Как, думаю, многие знают, Япония стоит на термальных источниках Практически везде есть так называемые онсены Это японские бани Где люди, помывшись, садятся в большие такие бассейны С горячей термальной водой и расслабляются Так вот, эта вода, которую японцы спускают с бассейнов Она чистая, без мыла, так как там не моются, а просто сидят, отдыхают Они отпускают эту воду вдоль дорог И вот эти маленькие приспособления Они разбрызгивают эту горячую воду И снег зимой постоянно тает Поэтому здесь японцам не нужно заморачиваться чисткой снега в зимнее время В некоторых районах, где нету разбрызгивателей Под асфальтом просто прокладывают несколько труб По которым стекает эта теплая вода Получается асфальт постоянно теплый, горячеватый зимой Надо попробовать, может, можно там зимой лежать, даже греться Немного расскажу вам о термальных источниках А именно про особый их вид Вдоль горных дорог, где есть бани с термальными источниками Также располагаются вот такие вот беседки Эти беседки предназначены для того, чтобы вы могли погреть ноги То есть, когда вы едете зимой и вы замерзли Вы можете остановиться, разуться, сесть и погреть ноги в термальной воде В некоторых районах такие места бесплатные Но эту беседку, которую мы нашли Здесь нужно заплатить 100 йен, 1 доллар Но здесь нету какой-либо бабушки, которая сидит с злобным лицом и собирает деньги Здесь все очень просто Стоит коробочка, в которую нужно кинуть 100 йен Вот так выглядит сборщик денег Здесь написано, если вы греете ноги, пожалуйста, бросьте 100 йен Что мы делаем? В Японии очень много чего работает на доверие И это очень хорошо работает здесь Сейчас мы погреем, посмотрим, какая здесь температура Вода эта термальная Температура здесь, наверное, около 40 градусов Очень приятно На улице, конечно, сегодня около 23 Не так холодно, но все же очень приятно отдохнуть после долгой дороги Здесь постоянно проточная термальная вода Здесь вода выходит из двух мест Маленькая такая, маленький кранчик, можно сказать И вторая стоит такой маленький бассейн, раковина Из которой выходит термальная вода Очень, очень приятно отдохнуть Так что, если будете в Японии проезжать по горным дорогам Обязательно посетите такую вот беседку Особенно зимой, когда на улице минусовая температура Очень много снега Хорошо посидеть, погреться Зимой здесь всегда много народу Можно пообщаться, познакомиться с японцами местными Вот эта самая термальная вода Зимой будет разбрызгиваться на соседней дороге Для таких случаев у меня всегда в багажнике есть полотенце Чтобы вытереть кровь Сегодня я вам рассказал, как японцы справляются с снегом на дорогах в горных районах Ну а на сегодня все С вами увидимся в следующем видео Всем пока! Пока!